Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 597. События дня. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его за 1 августа 2017 года. Вот события. Отпустил бульдозер, стал более свободным. Дорогу здесь наполовину сделали, теперь пошел делать заказ через кого-то, через Алексея Густинова, через Евгения Долгова. Вот знать, где в Ребрихе, в Мамонтово можно достать щебень. Крупный, мелкий уже. Узнали, где, ну, мелкий, на крупный сыпется. Вот это время уходит. Потом узнал, что гороховые поля есть. Ныне огородиках, а речь идет о десятках гектар барабаша. Я говорю, ну, а если мы детские, то дети придут тут. Да, какая разница пусть идут. Мы ни разу не сходили. Он его протравливал, и надо время, чтобы эта отрава как бы смылась, ушла. И вчера пошел. Игорь, это нет, уехал в город. Вторник, это молочный день. Едут продукцию сбывают по своим клиентам. Я гляжу, бочку закатывает, закачивает воды до обработки поля Теренки. Подошел к нему, сказал, так он смеется. Да идите, так и не туда, за кладбищем. А здесь рядом такое же поле, два поля гороховых. Ну, мы взяли три ведерка, пошли вчетвером. Я, значит, Нестор, Коля, Сергеев этот, и Фрося. Взяли с собой собаку урагана. Ну, с краешку-то бы зашли, на шаг даже вперед на поле не зашли, чтобы не помять ничего. И полтора ведерка маленьких набрали. Теперь обратно идем, в каждый дом давай заходить, угощать. Кто-то брал, кто-то не брал. А, дальше решили повернуть на свой огородчик, там что есть. Там с собаками поиграли, ребятишки. День как бы отдых для меня. Ураган плавал, бросали ему палку в пруд, в озеро. А потом решили по плотине пройти, и не дошли до спуска. Заросло лебедой, травой выше роста человеческого. Руку поднимешь и выше. И дерево еще упало, упало и сломило бури. И вернулись назад. Это у нас заняло много времени, больше часа. Вот события. Помолились, каждый раз заходя в садок, на поле, везде молились. Вернулись. Урагану дает пить, где он заваливает. Землей его надо менять. Я позвал Никиту, давай показывать. Вот смотри. Где он, что делает, почему такая пыль? Ну, а там перегной на старой навозной куче. Там закрыто бывший Павлов дом, у Никиты теперь. И там у него такая бревешка маленькая. Он его катает и летит все это в сторону навоза. Ну, и убрал от него это он. Нагревет, отдай ему. Теперь взял зацепь, протянул, показал, вот докуда достает. На этом месте надо ведро. Без днища, перевернули. Давай палочки с четырех сторон заколотили, чтобы она не опрокинулась. Поставили, все. Видите, правило далее. Во-первых, не соблюдаешь то, что там, с чем он засыпает. Второе, на расстоянии какое он ее хватает, цепь ее опрокидывает. Ну, проще. Четыре условия, ни одного не соблюдено. То есть, отношения к жизни никакого. Ну, самое маленькое. Не хотят делать, как даже, то есть, чтобы разум был. Делают, ну, просто как будто бы, вот я гляжу, как животное. Ну, и каждый раз начинаем выговаривать. Ну, не стыдно ли ты человек? Ну, можно же понять, что. Это же собака. Ну, ты посмотри, какие условия. И оно, чтобы было выше над землей. И еще туда не попало. Иди заново мой. Посудину и теперь поставили. Оно стоит чистое. И он перестал там бегать. Ногами скрести. А потом узнали, что уже Игорь из города приезжает. Пошли к нему. А Виктор Савченко с Сергеем ремонтирует машину. Ну, разобрали первые колеса. Там шли ци, что называют, стертые уже рубчики. Я купил ему два таких десять тысяч. Ой-ой-ой. Вот и езди. Ну, ладно. Обратно пошли. На Саманной зашли. Ребятишки, я сказал, тут самая крупная черемуха. Поели. Вчера размонтировали свой смотровой зал, где кино показывали. У Виктора брали большой экран. Все было. Опять размонтировали. Ребятишки в руки взяли и пошли. Отнесли, отдали, поблагодарили. Это событие для нас. Все. Это кинотеатр был. А теперь? Теперь это склад. И каждый год. Сколько это время отнимает? Там шторки нет. Снял. Рвань одна осталась. Надежда Васильевна-то тут же сделала и тут же на окно. Как кинотеатр. Так же за рассаде зрителей. Так же фильм идет. Но там стены определенные стоят. А здесь все меняется. И у стены там оказалось что-то подоконник провисло. Целую четверть. Все это Володя Пащенко заделывает. Начал. Для нас это событие. И вот этот смотровой зал теперь опять превратился в склад. Сиденья убрали. Дальше столы новые установили. На которые будут вещи положенные. А целый день вот так и идет. Это все маленькие такие наши события. Нападает какой-то там шляхов. Мне подсовывает. Вот он о вас сказал. Антоний. Ну больной человек. Вторая группа. И откуда-то чего-то знает монах. Призывает набить мне морду. Морду набить. Найдите там его. Ну и разные скверны такие говорят. Это монах. Это настоящий монах. Злобный. Слабый. Как Ленов говорил. Говорит. Почему такой злой? Потому что слабый. Вот еще. Ну у него доводов никаких нет. А вот ему Матрона. Бог это не знает. Не Евангелие. Ничего не знает. Одной злобой душится. И так жизнь человека пройдет. И ему отвечать. А что отвечать? Ну он говорит. Два поставил ролика. Второй поставил. Там лапоть там называет. Ну призывает там еще. Всякими пакостей сделать. Ну что сказать. Бесовщина. Как журнал Огонек писал. Говорит. Чертовщина вся эта. Это событие. Кому отвечать? На форуме там находятся люди. Речь-то не обо мне идет. Он выдумал. Где-то вне Евангелия. Вне Света Евангелия. На Христа говорили. Силой князя Бесовского. Берзиулы. Он то же самое. Те же самые слова. Как злодей. Ну что помолись только о нем. Помолись ей. Что Бог вразумил. Где-то на Афоне скрывается. Поносит патриарха. Вся церковь православная. Еретическая. Что этому человеку сказать? Если бы он только на меня нападал. Одну фразу какую-то возьмут. Из контекста вырывает. И дальше-то. Совсем ни к делу, ни к месту. Он события посмотрел. Кому я отвечать? Да он еще не поймет. Он как бешеный. Он стоит в храме. Все время где-то какой-то храм. Говорит. И ни одного человека никогда нету рядом с ним. Он один. Да, один. И кому это нужно все? Там против экуминизма. И нэнэн. Он паспорта. То есть зацикленный сатаной на одном. А благовестие об Евангелии ни слова. Не знает. Совершенно неверующий человек. Религиозный. Фанатично религиозный. Но неверующий. Никакого отношения к Евангелии его деятельности не имеет. О, Петр звать тут Антоний. Куда руку положен? Согласно канонам он неизвержен. Никуда. С Диамидом сошелся вначале. А разошелся. Ну, то есть немирный дух. Человек терзаемый дьяволом. И он нашел. А на мне он еще попляшет два-три раза выступит. И дальше-то еще нет. А вот если он будет читать что-то у меня. Ему тут поприще. Он может сотню роликов выставить. И ни одного правильного не будет. Он не знает ничего. А вот и с ним бы встретиться. Ну, если его связать по рукам и ногам. И чтобы щит вора стояли с палками рядом с ним. Тогда можно что-то ему ответить. А так ему нельзя ответить. Он бешеный, бесноватый прямо. Верующий раз и так делает. И патриарха кривую кость поносит. И священника по епископа. Ну, все. И он никто. А может быть и человека такого даже нету. Просто дьявол вылез и облепился иконками, матронами. Вот все. Это наше событие. Отдельно что-то там вчера не было. Свои дела тут делали. По мелочи все. Голубям корм задал. Пошел. А я на это отвечаю. У меня есть голубя, а у вас нету. У меня есть голубя, а у него нету. У злого человека голуби не водятся. Вот. Ну и наши ресурсы посмотреть можно. Вот первое, значит, мой мир, mail.ru. В него поиск канала я все перекачиваю сюда. Вот. Видишь, какое. Сегодняшние уже выставляются. Мой мир. Там, где я в шапке стою, тут можно переписку. Кому надо написать. Вот. И ленточный. Это называется форум. Очень грамотно составленный. Большой тоже. Вот. Зашла одна душа и об экуменизме спрашивает. Я ссылку делаю на страницу на свою. Она не открывается ни вчера, ни сегодня. Что такое экуменизм. Экуменизм – хорошее слово. Так из него что сделали? Они и колдунов собрали, и всех. Нам нужно понимать Слово Божие. Делать так, как Господь велит. Ну и вот наш видеоканал православный. Открытым оком во свете Библии. Опять 10 роликов сегодня я выставил с утра. Вот видите, какие темы. Проспали, завтрак. Юбки с разрезами проектировали садомиты. 21 человек за 30 минут. То есть с чем-то зашло. Ну вот. И самый большой наш ресурс во свете Библии. Православный библейский сайт и вопросы-ответы. 55 папок. Папа ним. Вот я тут и начинаю. Каждый день помаленьку беру. Внутренний мир человека. Сейчас папка идет. Это занятия какие были. Я был занятием в университетах. Вопросы мне задавали. Отвечал. Вопрос 1317. Четвертый том. Открытым оком. Некоторые святые говорят об углублении в себя и созерцании там Бога. Согласны ли вы с этим? И что сказано об этом в Библии? Ответ. Даю. Слово Божие настаивает на этом. О чем вопрос был задан. Сафония 2.1. Исследуйте себя внимательнее. Исследуйте народ необузданный. 1 Тимофей 4.16. Некай в себя и в учении. Занимайся с ним постоянно. И вот так поступай из себя спасешь и слушающих тебя. Вот мой ответ. Сравните с ответами, которые другие дают. Я в Писании Бог дал мне знать. Я его стою и говорю. Вы люди-то пришли не ко мне, а к Богу. К Богу. Чтобы узнать Божью волю. Вот я открываю ее. И что тут особенного нет? Просто я знаю, где это написано. Псалом 15.7. Благословю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Псалом 102.1. Благослови душа моя, Господа, и вся внутренность моя. Святое имя его. Притча 23.16. И внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правые. Исайя 26.9. Душою моей я стремился к тебе ночью. И духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. И плачь Иеремия. 1 глава 20 стих. Возри, Господи, ибо мне тесно. Волнуется во мне внутренность моя. Сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. То есть я беру место описания, которое говорят. Отвне обещалил меня меч, а дома как смерть. Откровение 2.23. И детей ее поражу смертью. И уразумеет все церкви, что я есть им испытующие сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашего. Это означает, что ты должен сверять свои сердечные мысли со словом Божьим в смиренной молитве. Псалом 138.23. Как понимать еще нужно? Тоже место описания поясняет. Испытай меня, Божий, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. Филиппийцам 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Псалом 138.24. Изри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. На Соловка в монастыре в годину смут военных начальник повелел стереть картины все на стенах. Картины тоже, говорят, был сделан вывод веский, и могут умилять солдат евангельские фрески. Без Божия до наших дней стремится делать то же, стереть в сознании людей священный образ Божий. Святилище души храни, чтоб мир в него не вторгся, чтоб образ Божий в злые дни в душе ничем не стерся. Вопрос 149.5. Открытым оком. 2 Тимофея 3.12. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 3.12. Каковы критерии благочестия? И что ожидать тем, кто уже только за желание гоним будет-то, а за исполнение? 4.12. Ответ слова «желающий» означает не только то, что желает этот человек жить благочестиво, но означает и то, что сам он пьет грех как воду. 5.12. Желающий, стремящийся и уже живущий и желающий всегда так и жить. 6.12. Иначе предложение будет в окреки смысла Писания. 7.12. Желание в полном притворении во всем уподобится Христу. 8.12. Упоминая пока что только об одном желании, апостол приготовляет желающих к тому, чтобы они знали, что их ожидает, чтобы они потом не смущались, когда скорби прольются на них, как из рога изобилия. 9.12. Что вот они думали, что если будут верующими, то у них как-то все в жизни наладится. 9.12. А получилось как раз наоборот. Они, он поверил в Бога, искренне стал ходить в церковь, и вдруг у них все прежнее, уже наладившееся в жизни, получившее какую-то стабильность, начало на глазах разваливаться. 10.12. Дети против поднялись, на работе не лады, муж ушел, и даже бывшие с детства ее подружки, и те начали ее клеймить, называя сумасшедшей и шизофреничкой. 10.12. Да ладно бы это, но перевели ее на менее оплачиваемую работу, муж начал раздел квартиры, голова кругом идет от такой пертрубации, хоть глаза завязывай, да убегай, почему так? 10.12. Вот тут нам и на помощь лекарства из Библии. Опять же я отвечаю из Священного Писания. Посмотрите, сколько ответов. Сравните с разными профессорами, как они отвечают. 11.12. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. 11.12. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушениям. 11.12. Критерии всего, что мы представляем, что только маящит нам, чем мы можем удовлетвориться, к чему стремиться и во что одеться, это Христос, его жизнь, его поступки. 12.12. Понимаете, вот сколько мест Писания сейчас вот я привожу, и они места Писания эти во Святой Библии, священники. Ну могли бы это людям дать знать-то. Галатам 5.24. Ну а те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Филиппийцам 3.24. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во главе, во славе. 1.Петра 3.17.18. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Быв умершен по плоти, но ожив духом. О Боже, что есть человек, что ты ему себя являешь, и так его ты почитаешь, которого столь краток век. Михаил Васильевич Ломоносов. Ну вот, пока по одному вопросу. И на этом на сегодня всего.